Здравствуйте дорогие друзья! В сегодняшнем видео я хочу сделать обзор на светодиодный светильник от компании Акваксер для небольших аквариумов, примерно до 50-60 литров. Почему я решил сделать такой обзор и для чего вообще я заказал такой светильник? Дело в том, что потом в видео я вам покажу аквариум, на котором мы будем соответственно и тестировать. Дело в том, что я столкнулся с проблемой большого потребления электроэнергии вообще во всем своем хозяйстве и принял решение перейти на светодиодное освещение. Обратился в интернет-магазин Аравана и менеджеры мне прислали вот несколько вариантов светодиодных сборок, которые по очереди мы с вами рассмотрим в отдельных обзорах. Сегодня же мы будем смотреть вот такой вот полноценный светильник для небольших аквариумов, так что поехали. Значит, что у нас здесь есть? Ножки. Собственно, друзья мои, сам светильник достаточно хорошо, красиво выполнен, качественно. И инструкция по использованию, друзья мои. Вот все, что вам предлагает интернет-магазин относительно вот этого светильника. К нему дополнительно я приобрел блок питания, вот такой вот самый обычный блок питания китайский на 12 вольт. И еще купил вот такой вот, друзья мои, диммер для того, чтобы не лазить постоянно, не переключать вручную, а можно было включать и выключать свет с пульта и, соответственно, переключать яркость освещения. Вот так, друзья мои. Значит, покупался этот светильник не для травника, потому как, ну вот как заявляет производитель, цветовая температура у него 6,5 тысяч кельвин, что не совсем подходит для травников. Ну, как бы каждому свое. Слышал я, что и при 10 тысяч кельвин выращивают растения, поэтому на счет этого я спорить и доказывать никому ничего не буду. Я же брал такой светильник для карантинного аквариума с циклидами и смольками крупной Америки. Значит, потребление электроэнергии, которое заявлено производителем, 7 вольт. Это, друзья мои, очень и очень мало. Здесь расположено 24 светодиода. Есть кнопка включения. И сам корпус выполнен из качественного алюминия, но видно, да, что сборочка такая добротная и выглядит достаточно хорошо. В комплекте вот продаются со светильником вот такие вот ножки. Вот так они цепляются. Вот, друзья мои. И рассчитан этот светильник на длину аквариума до 43 сантиметров. То есть, если у вас аквариум больше 43 сантиметров, приспособить на этих ножках вам этот светильник не получится. Значит, давайте соберем всю эту конструкцию в одно единое целое. Значит, ну, собирается все очень просто и легко, ничего паять не надо. Значит, если вы покупаете блок питания и сам светильник, то вот и все, в принципе, дела. Это включаем в розетку и вуаля. Если же мы хотим использовать диммер, как в нашем случае, то диммер цепляется вот так. То есть, ничего сложного, опять же, нет. Давайте же установим все это на аквариум и посмотрим, как он светит. Друзья мои, аквариум, на котором мы сегодня проверяем данное чудо техники, на 50 литров. Высота аквариума 42 сантиметра и ширина и глубина 35 сантиметров. Установил я светильник сверху, вот как вы видите на ножках. И сейчас будем пробовать включать. Вот. Вот как по факту у нас работает данный светильник. Ну, видно немного мерцания диодов. Значит, это у нас в данный момент 25% мощности светодиодов. Вот у нас 50% мощности. И, соответственно, 100% мощности. На этом диммере есть ручная настройка. Вот вы можете с каждым нажатием все менее интенсивно светит. Вплоть до практически сумерек. И, соответственно, есть еще режимы мерцания, но они нам для аквариума не нужны, потому я даже не буду их проверять. Значит, здесь скорость разная и там разные режимы работы. Значит, еще раз, друзья. 25%, 50% и 100%. Вот как выглядит сам светильник сверху над аквариумом. По-моему, очень даже симпатично. Вот вы видите, у меня здесь лампы всякие установлены. Все это дело я хочу поменять на такие светильники. Поэтому, собственно, я и заказал в интернет-магазине вот такой вот девайс. Как я и говорил, этот светильник выдает 6500 Кельвин. Это около 700 люмен. Сделан он из 24 диодов. И достаточно качественно выполнена сама сборка светильника. Подключение легко и просто. Здесь ничего не надо паять, ничего не надо дополнительно делать. Все уже есть в сборке. Цена такого светильника около 350 гривен. Ну, честно говоря, считаю, это недорого. Потому что обычная лампочка, обычная, там стоит 50-70 гривен. 350 гривен за вот такую вот сборочку. Это достаточно хорошая цена. Ножки выполнены из прозрачного пластика. И достаточно они крепкие, хорошо крепятся на... Я уже пробовал на аквариум устанавливать. Они достаточно хорошо крепятся. У меня стекло в аквариуме 4 миллиметра. Я думаю, что на стекло в 6 миллиметров они без проблем станут как раз плотненько. То есть, вы можете рассчитывать на то, что от 4 до 6 миллиметров толщины стекла эти ножки прекрасно вам станут. Сама сборочка выглядит достаточно стильно. Логотип такой вот, как похожий, как у компании Акваэль. Так что, в принципе, на аквариуме этот светильник будет смотреться достаточно стильненько. Ну и можно его, конечно же, устанавливать на аквариуме без покровных стекол. Как вы видите, здесь уже защищено все стеклом. Вся сборочка, то есть, попадание воды сюда, вот непосредственно на диоды, уже не будет. Ну а испарение, конечно же, оно будет всегда. Но я думаю, что в таких малых объемах испарение, тем более на высоте вот такой вот ножки, я думаю, что оно никакого существенного вреда самому светильнику не нанесет. Друзья мои, ну что, хочу сказать, что, в принципе, эта сборка достаточно неплохая. По цене достаточно недорого. Ну вот, единственное, что я бы, конечно, не советовал вам, вот такой вот светильник брать для травников. Либо, если вы берете его для травников, то обязательно еще подбирать сборочку именно с спектром фиолетовым, либо красным. Ну, то есть, уже непосредственно для самих растений. А этот светильник брать как дополнительное освещение в аквариум. Общее впечатление от этого светильника вполне неплохое. Все выглядит аккуратно, красиво и негромоздко. Что ж, друзья, если вам понравился этот обзор, ставьте пальцы и подписывайтесь на обновление канала. С вами был Андрей Зубкевич. Всем пока и удачи. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok